Я хотел бы немного рассказать о новом в лекарственном лечении и в хирургическом лечении раннего рака молочной железы по материалам конференции San Antonio 2020. В этом году она проходила онлайн, поэтому я на ней присутствовал ровно в той же степени, как и все остальные. Я разделил свой доклад на два блока. Первый из них посвящен эскалации лечения. Ну и, конечно же, самое важное исследование – это обновленные данные исследования Monarch-I. Это пациенты с гормонозависимым раком молочной железы высокого риска рецидива. К высокому риску относились пациенты двух когорт. Это пациенты с поражением четырех и более лимфатических узлов по результатам хирургического лечения или пациенты с поражением одного-трех и одной из следующих характеристик – высокая гистологическая степень злокачественности или опухоль категории Т3. Во вторую категорию включались пациенты с высоким индексом пролиферативной активности, более 20%, при этом не имеющие grade 3 и размеры менее 5 см. Все эти пациенты, все вместе, 5637 пациентов, рандомизировались на адювантное лечение обемоциклибом в комбинации со стандартной эндокринотерапией сроком в 5-10 лет в зависимости от институциональных установок, либо на стандартную эндокринотерапию 5-10 лет. На данный момент средний период наблюдения составил 19,1 месяца, и четверть пациентов завершила двухлетний период лечения. Собственно, эти данные и представляются на конференции Сан-Антонио. Здесь вы видите общую популяцию исследований и видите, как расходятся кривые. Невооруженным глазом, особенно если сделать пороговым точкой отсечения 70% в отношении выживаемости безинвазивного рака молочной железы, то можно увидеть, как расходятся кривые пациентов, получающих обемоциклиб или получающих только эндокринотерапию. При этом частота развития событий, связанных с нарушением выживаемости безинвазивного рака молочной железы, выше почти на 30% у пациентов, не получающих обемоциклиб. Абсолютная разница в показателях выживаемости при этом без прогрессирования заболевания составляет 3% в двухлетней перспективе. Если выделить пациентов категории высокого риска на основании индекса Ки-67, то эта разница увеличивается до 4,5%, и кривые расходятся более остро. При этом на графике мы видим, что при дальнейшем наблюдении кривые продолжают расходиться. Выживаемость безинвазивного рака молочной железы пациентов первой когорты, то есть пациентов с высокого риска, 4 и более лимфоузлов Грейт-3, и при этом с Ки-67 более 20% самая высокая, 5,2%. Ну, конечно же, все приходит со своей ценой. И очень важным элементом в отношении оценки профиля токсичности лекарственного препарата в данном случае является диарея. Частота этого нежелательного явления на фоне терапии обиомоциклибом составила 82,6%. Это любая степень выраженности этого побочного эффекта. В основном на ранних этапах лечения, и по этой причине достаточно большое количество пациентов отказывалось от продолжения лечения. Всего в группе обиомоциклиба 27,7%. Следующее очень важное исследование – это исследование Penelope-B. Это тоже исследование скалилации адювантного лекарственного лечения с добавлением препарата полбоциклиба. 1250 пациентов высокого риска рецидива. И здесь в качестве средства стратификации использовалась система CPS-EG. Это Combined Prognostic Score и Estrogen Grading. Что это такое? Эта система была представлена впервые в публикациях еще в 2011 году под авторством Миттендорф. Она основана на анализе клинической стадии до начала лечения, патоморфологической стадии по итогам лечения, статуса эстрогеновых рецепторов и ядерной АТП. В зависимости от этого есть калькулятор, он доступен на сайте MD Anderson. Можно рассчитать значение CPS-EG для пациента и стратифицировать его в зависимости от того, как изменилось заболевание под влиянием неодевантного лечения. Пациенты второй и третьей категории имеют показатели безрецидивной выживаемости в течение трех лет всего лишь в районе 77%. То есть 23% пациентов имеют рецидив в короткосрочном периоде от момента инициации лечения. И вот график результатов лечения этих пациентов. Обратите внимание, что на двухлетнем периоде в этом исследовании Penelope B период наблюдения составил 42,8 месяца. Это гораздо больший период, чем в исследовании Monarch E. И поначалу мы видим очень хороший результат тоже с расхождением кривых на втором годе. 88,3% против 84,4% абсолютной разницы. Но в дальнейшем кривые начинают сходиться и пересекаются к четвертому году от момента наблюдения. Если мы обобщим данные трех исследований адювантного применения CDK 4,6 ингибиторов, это исследование Monarch E, исследование PALAS, исследование Penelope, то у нас на сегодняшний день есть данные о дельте IDFS к двум годам. В Monarch E она составляет 3%, в Penelope она составляет 4%. Но в дальнейшем мы видим, что в исследовании Penelope эти изменения сходят на нет. В исследовании PALAS очень большой процент прекращения лечения в связи с нежелательными явлениями. В исследовании Monarch E тоже достаточно большой показатель. 17% пациентов, отказывающихся от продолжения лечения по тем или иным причинам. Очень интересно мне показалось исследование корреляции так называемого Breast Cancer Index, экспрессии эстрогенов, прогестерона, андрогенов и КИ-67 в аспекте предсказания пользы от продленной адювантной терапии. Есть такой биомаркер BCI, это сигнатура генной экспрессии. Она состоит из двух компонентов. Одна это соотношение экспрессии двух генов HOX-B13 и IL-17BR. И вот соотношение степени экспрессии этих генов отражает работу активности сигнальной системы эстрогеновых рецепторов. Этот биомаркер является прогностическим и предсказательным. И в исследованиях уже было продемонстрировано, что он способен предсказывать пользу от продленной адювантной терапии. Популяция пациентов исследования от ТОМ, это Adjuvant Tamoxifen to Offer More, одно из исследований, в которых сравнивались пациенты, получавшие дополнительный тамоксифен спустя 4 года приема тамоксифена. Пациенты рандомизировались после 4 лет на продолжение тамоксифена, либо на плацебо. В этом исследовании была продемонстрирована польза от тамоксифена. И вот ретроспективно оценив BCI-индекс у этих пациентов, оказалось, что только пациенты, которые имели высокое соотношение вот этих активностей генов в рамках индекса BCI, получали пользу от продления адювантной терапии. Таким образом, в этом исследовании ретроспективным на проспективно набранных больных продемонстрирована польза от применения этого биомаркера в качестве предсказательного средства. Деэскалация лечения. Очень важный момент, который мы все хотим обсуждать, изучать, и о котором все больше и больше говорят во всем мире. Результаты проспективного мультицентрового исследования RISOS. Что такое RISOS? RISOS – это методика установки радиоактивной метки в лимфоузлы, пораженные опухолевым процессом до начала неодиуантной терапии. И сочетание забора этих лимфоузлов в рамках так называемой мари-диссекции и биопсии сторожевых лимфатических узлов. То есть пациенту одновременно вводится радиоактивное зерно йода-125 в пораженный метастазом лимфоузел. Пациент получает неодиуантное лечение. После этого перед проведением хирургического вмешательства ему вводится радиоактивный изотоп и выполняется БСЛУ и забор маркированного лимфатического узла. На сегодняшний день есть уже ряд изученных, менее инвазивных процедур акселярного стадирования, направленные на уменьшение травмы акселярного коллектора при снижении стадии заболевания из N+, в N0. Биопсия сигнальных лимфоузлов методом двойной маркировки. Методика МАРИ. МАРИ заключается в том, что лимфоузел маркируется радиоактивной меткой, но при этом не вводится изотоп. И методика таргетной акселярной лимфодиссекции, которая заключается в клипировании пораженных лимфатических узлов, а затем заборе их при выполнении биопсии сигнальных лимфоузлов вместе с сигнальными лимфоузлами. Процедура РИСАС в исследовании была успешна у 223 пациентов. Ложно-отрицательный результат оказался низким, негативная предсказательная ценность высокой. Эта методика оправдывает свое существование, она активно изучается у нас в Институте онкологии. И наша научная деятельность направлена в том числе на изучение этого метода. Очень интересное исследование. Ответы на неодевантную терапию постменопаузальных женщин с клинической стадии 2 или 3. Эстроген – рецептор позитивного HER2 негативного рака молочной железы, резистентного к эндокринотерапии. Одно из немногих исследований неодевантной эндокринотерапии – исследование Alternate. На экране вы видите его дизайн. Пациенты с гормонозависимым раком молочной железы, значением Allred 6,8 HER2 негативным раком, рандомизировались на различные варианты эндокринотерапии. В процессе лечения у них производилась биопсия опухолевого материала и исследование активности КИ-67. Если КИ-67 был высоким на 4-ю или 12-ю неделю, пациенты выводились из исследования и в дальнейшем получали, как правило, какое-то другое лечение, в том числе неодевантную химиотерапию. И вот эти пациенты, которые выбыли из исследования 269 на 4-ю неделю, 17 на 12-ю неделю, часть из них получила какое-то лечение, часть из них сразу же подверглась хирургическому лечению, но вот 168, это 58%, почти 59, подверглись неодевантной полихимиотерапии. Различными режимами, которые мы применяем в каждодневной практике, антрациклины, токсаны, еженедельный эпоклитоксел и так далее. И какие же результаты были получены? Оказалось, что лишь очень небольшой процент пациентов достигали полного патоморфологического регресса в результате этого или низкой степени остаточной опухолевой нагрузки. Основная масса пациентов имела высокую степень остаточной опухолевой нагрузки. Из этого мы можем сделать вывод, что если пациенты не отвечают на неодевантную эндокринотерапию, совершенно не обязательно, что они ответят на неодевантную химиотерапию. Я сам неоднократно произносил в общении пациентами фразу, объясняя, что химиочувствительность и эндокриночувствительность это, как правило, обратно пропорциональные понятия. Но это исследование показывает, что это не совсем так. Очень важное исследование, о котором уже говорил Владимир Федорович, Эрекспондер. На сегодняшний день доступны первые результаты третьей фазы этого рандомизированного клинического исследования. Стандартная дювантная эндокринотерапия плюс-минус химиотерапия у пациентов с поражением лимфатических узлов, гормонозависимым HR2-негативным раком. Дизайн этого исследования достаточно простой. Пациенты старше 18 лет с гормонозависимым раком молочной железы и положительной экспрессией гормонов с поражением одного-трех лимфатических узлов. При этом, на самом деле, очень важно сказать, что на начальных этапах, когда половина популяции этого исследования была рандомизирована, разрешалось включение пациентов с микрометастазом. В дальнейшем была введена поправка, и такие пациенты перестали в это исследование включаться. Пациенты, имеющие низкое значение шкалы рецидива от 0 до 25, рандомизировались на химиотерапию и эндокринотерапию или только эндокринотерапию. И вот результаты лечения для постменопаузальных пациентов и для преминопаузальных пациентов. Как вы видите, при постменопаузе кривые идут одна, накладываясь на другую полностью. То есть пациенты не получают никакой достоверной пользы от химиотерапевтического лечения, при том, что у них низкое значение шкалы рецидива, по данным онкотайп, несмотря на наличие поражения регионарного коллектора. Среди преминопаузальных женщин абсолютная разница составляет 5,2%. Но как и в исследовании Миндакт, речь идет о том, что, возможно, это связано с пользой от депривации эстроген. Вот как раз-таки исследование Миндакт, которое было уже представлено на конференции АСКО, но опять-таки упоминалось на конференции Сан-Антонио. Пациенты разделялись в зависимости от клиникопатоморфологических рисков и геномических рисков. И пациенты, которые имели высокий, например, низкий клинический риск, но высокий геномический риск по данным сигнатуры Мама Принт, или высокий клинический риск, но низкий геномический риск рандомизировались на химиотерапевтическое лечение, либо отсутствие химиотерапевтического лечения, либо на стандартную химиотерапию. И графики, которые были получены в этом, оказались очень похожи. Опять-таки у пациентов с гормонозависимым ранним раком молочной железы, даже при поражении, даже при определенной дискордантности, при низком геномическом риске мы не видим пользы от назначения адъюантного химиотерапевтического лечения. Мне показалось очень интересным упомянуть вот это исследование, которое называется Fergain, и это исследование направлено не столько на деэскалацию, сколько на индивидуализацию лечения. В этом исследовании в качестве критерием раннего ответа использовалась позитронная эмиссионная томография. Включались пациенты с HR2-позитивным раком, 1-й, 3-й из А-стадии. Они проходили PET-сканирование на этапе до начала лечения, затем рандомизировались на схему TCHP, либо на комбинированный поклитоксел с тростузумабом, после чего производилась оценка PET. И если пациенты отвечали на лечение, то они продолжали получать схему поклитоксел с тростузумабом, если они не отвечали, они переключались на схему TCHP, а затем подвергались хирургическому лечению. Это исследование показало, что 80% пациентов в группе поклитоксел с тростузумаб отвечали на лечение по PET и при этом имели высокий процент полных патоморфологических регрессов. Те, которые не ответили на PET и получили 6 циклов о дальнейшем схеме TCHP, имели низкую частоту достижения PCR. Пациенты, которые не ответили на схему TCHP с самого начала, тоже имели низкую частоту достижения PCR. Это исследование позволяет нам говорить о том, что на сегодня мы начинаем получать инструменты, с помощью которых можно выделить пациентов, которые не ответят на лечение в должной степени и на этих пациентах исследовать дальнейшие возможности альтернативной терапии. Для интереса я добавил вот это исследование. Это исследование с лекарственным препаратом совершенно новым, ладератузумаб-ведатин. Это химерный препарат, представляющий собой моноклональное антитело против ЛИВ-1А и конюгат с монометил-ауристатином Е. Как и механизм действия таких препаратов, это интернализация антитела, затем выход, так называемый пейлоуд и его цитотоксический эффект. Этот препарат продемонстрировал высокую эффективность в лечении тяжело предлеченного HR2-позитивного, простите, трипл-негативного метастатического рака молочной железы. И это подтолкнуло исследователей для того, чтобы изучить его в комбинации с антрациклинами, последовательно применение, сравнив со стандартной терапией токсанами, затем антрациклинами, у пациентов с ранним раком молочной железы. Оказалось, не очень. И, как вы видите, вероятность успеха в третьей фазе оценивается очень низко. Поэтому это еще один момент, который демонстрирует нам, что те препараты, которые работают в лечении метастатического рака молочной железы, совсем не так могут быть эффективны при лечении раннего рака молочной железы. На этом я, с вашего позволения, закончу. Большое спасибо за внимание.